Пацаны, 13% девчонок, это канал Михеев Павлов Продакшн, где мы продолжаем разбираться во всем, что нас окружает. К нам в гости приехал Анатолий Борьевич, профессиональный шеф-повар. Что-то будет сегодня делать, я уже вижу по продуктам, что, скорее всего, я этого не ем. Ничего, придется. Придется, видимо. Николай Павлов Юрьевич, вновь добавившийся в наш коллектив. Анатолий. Да. Ну, что это? Обещать. Так, короче, у нас, смотрите, сегодня два рецепта будет, да? А ты знаешь, на кого похож? На кого? На утонувшего Дима Позова. Это кто, Дима Позова? А, ТНТ-ш на этот? С ТНТ, да. Да, Анатолий, у нас с Анатолием уже есть видео, мы ездили к нему в гости. Сегодня он к нам приехал в гости, приехал в самое-самое-самое черное небо. Мы вывезли его за город, в лес, чтобы подышать сибирским воздухом. И все-таки снимаем внутри, потому что на улице очень холодно. Все, что на столе, у меня вызывает огромное количество вопросов, особенно учитывая то, что готовить мы будем в казане. Коля, давай. Так, смотрите, у нас сегодня два видосика. Один мы попробуем сделать что-то в ресторанском стиле, но максимально просто, чтобы вы могли повторить, если что. Вы готовите дома, нет? Напишите там, что вы там готовите. Ты сейчас это готовишь дома? За вчера меня уже жил. Я в последний раз притрагивался к плите, может, год назад. Угу. Я готов был регулярно. Коля у нас будет чистить лук, чтобы у нас это... Сколько? Чистенький лук. Весь. Весь. Чистенький лук, чтобы был. Ну, это что-то на шеф-поварском что-то явно. Итак, у нас сегодня картошечка будет. Во, картошечку будет Тема делать, потому что... Тема, тебе надо, короче, вот так вот ее на четыре части просто фигануть. Понятно, как по-деревенски, понял? Да, но... Вот сложишь сюда, я сейчас ножичек заберу у Коли и покажу тебе, как дальше там делать. Можно-можно с жопкой это режешь? Пока все нравится. Я люблю участвовать и не участвовать очень сильно. Так, чтобы тебе такое дать, чтобы ты заприкался сразу. Вот такую штуку могу поесть. Так. Ну и что, как в целом ты у тебя делал? Как рестораны бизнеса? Делаем. Потихоньку совершаем революцию. Мы только начали. Фастфудовую революцию? Фастфудовую революцию. Русскую фастфудовую революцию. Да, но мы... Что, где-то Шайфыблев проснулся? Что это? Два в Питере, один в Москве уже работает. Два в Москве уже можно говорить. Два в Москве уже можно говорить, да. Смонтируют. Фастфудные рестораны называются «Борщ-пирожки». Я сейчас опять напишу, что ты нам денег заплатил. Вы что, прикалываетесь? Не виновь его деньги. О, нам вернули нож. Значит, дело сейчас пойдет. Это мы называем «коготь». Нормально жесть такая крупная, да? Да, да, да. Ну, говорит, что это самый полезный какой-то. Да, надо купить. Да, да. Вот, видишь, сразу. Видишь, Тёма, он только вот чуть-чуть почистил уже такой, надо купить. Надо купить. Классная штука. На самом деле, ребята, вот вам нужно два ножа. Не вот эти вот там дорогие косуми, там, какие-то там дамасские стали. Вам нужен шеф какой-нибудь нож. Неважно там какой длины, в зависимости там от члена. Ну, это, короче. И вот этот вот коготь. Короче, вот этим ножом очень классно чистить чеснок, лук, много всяких. Да, да, даже картошку. И вот сейчас Тёма будет делать из вот этих вот штучек такие мини-картошечки. Мини-баттоны они называются. Смотри, Тёма, в чем задача? Тебе нужно сердцевину вырезать. То есть, вот мы отсюда вот так вот раз и закругляем. То есть, все углы мы закругляем. То есть, чистим как кто? Как Высоцкая. Блин, хватит ее стебать. Она и так бедная. Может, мы отойдем, пока ты посвистываешь? Так, сейчас, 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 подожди. Еще не закончено. И раз, сколько картошки в отходах. Да, 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 да. Но просто она у нас не чищенная, потому что мы в полевых условиях. А в целом в ресторане как это делается? Чищенная картошка и вот эти вот штуки идут на пюре. То есть, мы безотходно работаем в рейстиках. Мне надо, короче, сделать такую торпедку, типа. Да? Потому что хватит пить уже, блядь. Давай, как бы ты это назвал? Вот это как? Это семена картофеля. Вот, семена картофеля. Все, бери вот один вот себе для примера. И пячьте, это долго. Мы потом, сейчас мы набухаемся. И Тёма такой, а я вторую только закончил. Это уже что? Края, а края, это надо было. Так, есть. Вот так вот давай поставим сюда. Павел Юрьевич, а вы дома готовите? Да, бывает. Что последний раз ты делал? Курица получается с овощами. Можно так просто сказать, в томатном соусе и все. Нормально, нормально. Такое простенькое блюдо, быстро готовится. Курочку. Ну ты все потом, естественно, все в специях, все красиво. А потом все залил шерачи и съел. Да, да. Понимаю. О, сейчас Денису дам. Смотри. Тёма, смотри, что он сейчас будет сделать. Розочку? Ты, Андрюха, да? Нормально? Короче, вот так вот жопку эту нам не нужно. И вот так вот прям медленно. Медленно. Тоненько режешь вот такие вот тоненькие слайсики. Ты тем более как раз риску обожаешь. Ты же знаешь, что это сразу гиблое дело. Ну давай. Я просто поржать хочу, что ты... О, давай поменяемся вот так вот. Так, где мой? Где? Вот. Вот. О, давайте, давайте по очереди. Давай, Колян, ты, короче. Все, нет, Денис, тут без вариантов. Мы поржали, мы поняли, что... Что тут даже инвалидная коляска не поможет. Ну, ковцы, не. О, есть, есть. Один есть у него. Ни хуй себе. Да, берешь другую. Дай мне новую. Берешь другую. Ты левой, что ли, рукой? Смотри, я же правой показывал рукой. Я не начинаю. Отъебись нахуй. Отъебись. Я, короче, обожаю поваров дрочить, которые особенно там, типа, там, 17-18 лет приходят на работу. Я такой, вот так-то и вот так-то. И он левша начинает резать. Я говорю, я же тебе по-другому показал. Он такой, как? Я говорю, вот правой рукой. Он такой, ну, и трясется, и некоторые ведутся. И такие, просто полчаса вот правой рукой они не могут резать. О, что-то получается. Только края видишь, у тебя не... Так. Ну, нормально. Ну, вот таких разрывов не должно быть. Чтобы розовенькая была... Да-да-да. Нихуя. Блядь, ну, такой хуйней я еще не занимался ни разу. Пока я гашусь, все нормально. И Дэн сейчас такой, Толян, тебе когда самолет? Да-да-да, уже когда. Уже когда, ты, может, этот... Блядь, почему научились делать огурцы? Помидоры даже с запахом. Это реально сложно. Помидор. Да. А редиска, она никогда не получается редисочная, если вот она не с грядки прямо. Не замечал такую штучку? Аромат, ты имеешь в виду, что типа с грядки она вкусная такая? Да-да-да она. Ну, да, ее в сезон лучше покупать, выбирать редиску. Не, в сезон нормальная, вкусная. А сейчас она такая, не прям что... Ну да, она еще сладкая. Чувствуешь, что не острит. Должна это поострее. Так, тогда выбирай. Вот у нас два есть. И сюда выкладывай, которые хорошие. А нам сколько надо? Ну, давай, что-то 10, чтобы у нас было. Так, подожди. Это толстый? Нет, вот это толстый. Ну, край толстый. То есть надо максимально это... О, нихуя Тёма там ебашит. А, это первая? А, ну тогда, тогда... Тогда все по плану идет. Это весело. Так, давайте что-нибудь поулю сейчас. Да, я бы хотел попробовать. Иди. Давай сейчас, давай сейчас тоже попробуем. На, на, пожалуйста. Фигач. Хорошие сюда вот складываем. Сейчас я водички наберу во что-то, чтобы она у вас... Бля, ну дядя Толя может, да, задачить. Ну, конечно. Да у него само чудом получилось. Нет, ну короче, блядь... Просто такой случайно. Андрей, покажи, пожалуйста. Вот это Толя сделал, вот это я. Ну, по-моему, у меня получилось очень... Который, вот это твой? Да. Вот смотри, видишь, надо чуть закруглить. Ну, типа, уже сделать. Вот это вот, видишь, у тебя торчит. Вот. То есть надо это поровнее. И надо, чтобы розовая была без разрывов. Нормально, нормально. Давай, давай. Ну, на самом деле, конечно же, можно делать и вот такими частями, как мы нарезали. То есть, ну, айдаха, там, треугольнички, как угодно называйте. Можно и так сделать. Но мы, типа, немножко выпендриваемся. То есть, делаем подачу. Также и редиску можно было, там, как вот дома нарезали. Паша, ты медитируешь? Получилось? Хуйня, да? Нормально. Так, Толя, а это, в училище с казаном учат работать? Нет. Нет? Нет. В училище вообще много чему не учат и много чего неправильно. Вот я снял недавно видос повторный с бульоном и с пенкой. Вот в училище нам, типа, объясняют, что для бульона надо мясо в холодную воду, для мяса, там, в горячую. Это все поебень. Это, во-первых. Во-вторых, короче, типа, снимать пену, не снимать. Вы снимаете пену? Кто варит бульон дома? Я снимаю всегда. Я бульон не варю, я варю, суп варю, снимаю пену, ну. Снимаешь пену, вот. Короче, просто в рестиках, это, ну, она же часто появляется, эта пена. И ты там что-то делаешь, постоянно подходишь и снимаешь эту пену. В итоге, короче, что я сделал? Борж в пирожке ты сделал, чтобы не снимать пену. Бульон не снимал пену, пирожок получился. Есть, короче, убеждение, что если не снимать пену, бульон будет мутный. Даже среди поваров. В итоге я, короче, сделал два одинаковых бульона с одинаковым количеством морковки, курицы. С одного, короче, не снимал пену, с другого снимал пену. Просто процедил, да? Да, просто потом процедил, вообще разницы нет. Через марлю процедил или как? Ну, мы в ресторане, да, мы через сито, через марлю цедим, потому что мы большие количества, и там все равно, как бы, бульон в заготовках хранится. То есть мы все равно, потому что снизу все равно осадочек остается. Даже если ты снимаешь пену, все равно снизу, может быть, косточки где-то маленькие, которые там этот. Поэтому мы, потому что мы варим бульон на костях, ну, из этого, из отходов. И, короче, бульон вообще без разницы. То есть он прям и один, и второй чистый нормальный бульон. Главное, смотрите, ребята, еще раз, главное медленно варить. То есть медленно имеется в виду кипение, там, типа, 96 градусов, что-то типа вот такого. То есть еле-еле, чтобы он кипел, 5 часов, минимум 5 часов. Закидывайте, у меня в видосе целая курица, но это для примера, то есть я показал. А так всякие кости, кожи, хребты и прочее. Вот это все закидываете на маленьком огне. Туда все накидали, вот палки вот эти вот, жопы. Вы кидаете, Тёма, у тебя есть в морозилке вот таких миллион? Я, блядь, все время тебе хочу спросить, нахуя этим заниматься, блядь. Вот для бульона, все жопки, от редиски можно, от лука вот эти вот шелухи. Я когда суп варю, я, блядь, покупаю все для этого. Вот, видите, это нерационально. А вот так из морозилки достал и... Я бабушке научился, знаете, чему? Когда у нас принято собирать клубнику лесную, и вот когда жопки, когда клубнику перебирают, чтобы смирить варенье, отрывают вот эти жопки, зелененькие жопки, и потом их высушивают и добавляют в чай. Да, да, да. Вот. То есть, знаешь, если у меня огромный кусок картошки, если он должен делать такой? Да, 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 да. Поэтому он огромный, потому что тебе нужно вот этот вот угол. Блядь, если ты меня разыгрываешь, я тебе удалю из друзей. Я тебя удалю из друзей. В одноклассниках. Да, да, да. В одноклассниках. Максимально не угрожающая ситуация. Так, мне надо костер посмотреть, поставить этот, потому что мы скоро закинем картошку. Не скоро, мы закинем картошку. А, точно, блядь. короче казан это не особо там что-то сильно специфическое мы повара на всем умеем готовить плов умеешь готовить умею но я короче сделал рецепт такой чтобы у людей получалось именно готовить правильно плов потому что самый проек заключается в температуре и в количестве воде вот это вот два пальца обоссать это хуйня полная короче ну типа вот ты не померяешь воду там зависимости от диаметра там и так далее поэтому берем ну допустим я не помню там пропорции по 8 грамм риса и 800 грамм воды но не воды а ты делаешь бульон вот как ты делаешь зирвак короче ты делаешь процеживает взвешиваешь этот зирвак взвешиваешь рис хуячишь и если ты сделаешь мультиварки он у тебя получится ебейший в мультиварке не в не в казане но можно и в казане но для упрощения просто многие как бы боятся казана потому что там сталик в комментариях напишет им чтобы это обоссыт ее мать многих мать ты не видел комментарии мне скидывает я пиздец угол он просто такой и тебе блять на суд и кухой хуй за то что не в казане плов готовишь за всю херню он сам лично пишет да 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 мне скидывают скрины короче в комик комментариях я такой ну ты пиздец дед я думал я дед короче берем то ли везем его на базу готовить плов навсегда навсегда а ну вы еще наверно в палец не упираетесь я стараюсь упираться ножом ну короче в палец надо упираться то есть в эта толщина вот регулируем толщину ну типа классическая вот эта вот штучка и пилищами движениями хоть попробуйте нет это хуйня просто не для меня русский это целостный продукт вообще вот если она уже порезана это уже не тот прикол когда ты прям сразу хрустишь я думаю сейчас деревенские все поймут грядки и прям в баке который для поливки вот так ополоснул короче он тоже нихуя не умеет просто выебывается блядь и все вы посмотрите уже дальше диска дефектная просто помятая да да возьми новую можно вот так вот срезали ну вот это было четко ну такая так ну ладно нам на украшение хватит это на украшение это на поедание это на поедание можно так сколько у нас картошки уже вы заканчиваете до последнюю а где у вас маленькую просто испепелил у меня то ли маленький так давайте салопожная тарелку пожалуйста одну мы сейчас этот салатик 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 так картошку смотрите ребята осилили все-таки здесь было килограмм 8 картошки у них вот получилось это просто 9 смертей от бабушки нам нужно вот так вот обсушить максимально хорошо почему потому что мы сейчас отправим масло коля обсушивает я иду смотрю масло я вообще ничего не понимаю это нормально это вообще-то очень сильно нормально я просто делаю вид что что-то получается не на там конечно есть уродские максимально так я поэтому я прикрыл я поэтому прикрываю ребята смотрите у нас масло прогрелась но нам картошку надо в два этапа приготовить поэтому снимаем казан заряжаем сюда скидывай картошку пониже давай офигеть ничего как она раскалилась так сейчас мы промешаем посмотрим по температуре будет сильно жарится картошка или нет потому что нам нужно чтобы она приготовилась внутри по если она сейчас пожарится на внутри будет как бы сырая это это понятно почему мы так делаем потому что мы регулируем температуру там надо получается сейчас вытаскивать вот эти ну короче долго я расскажу как не в казане вот это делать ох и не обжарились это сильная температура поэтому мы достаем все и мы ждем пока масло чуть-чуть у нас остынет можно термометром градусов 150 если будете делать термометром 150 либо в духовке также налили масло в казан кастрюлю во что угодно и запихали в духовку на минут 30 для того чтобы картошка на медленном огне приготовилась внутри а потом мы раскаляем масса то есть достаем картошку раскаляем масло и уже даем колер нормальный вот сейчас мы вот здесь вот все оставляем ждем периодически будем ходить о лер ну это же от color это же от color а почему колер вы говорите не color ну так повелось да мы так слайс это не слайс это так есть кутер тоже говорим хотя это катер что такое кутер кутер это машина которая режет слайсами ты такой ну короче комбайн такой мы тоже катер назовем есть такие слова которые мы такие ну наверно вот так и короче погнали то есть давайте через минут 10 подойдем сюда возможно мы еще казан поставим чуть-чуть подогреем и потом вот так ну понял мы будем так регулировать так смотрите масло чуть подостыло я закинул и видите кипит медленно медленно картошка то есть испарение влаги происходит вот видите она там очень медленно готовится так ребята смотрите вот у нас медленно она поготовилась картофелька она почти что на костре не готовилась теперь мы берем вот так вот давайте артем у нас разломает возьми ее и пополам вот в этот вот так вот прям пальцами нажми что она внутри готовая вот видите она мягкая классная теперь мы что делаем теперь мы да да она потому что видишь медленно готовился масле тоже есть свой типа кайф то есть вот если бы мы ее сварили она бы не такая типа вкусненькая было но можно тоже варить время пояснений у нас будет картофель с чем-то с вот как раз омулем тема как раз займется омулем у него видите картошечка снимешь вот у нас картошечка мягенькая классная она прям вкусненькая и нам нужно вот омуля от масла херануть короче его надо обсушить от масла тема там вот чуть-чуть сдвигаешь прям салфетку тени туда чтобы у тебя здесь место чуть-чуть было и обсушили омуля у нас в кадре еще заготовки на второй рецепт мы снимаем два одновременно поэтому не путайтесь в моем итоге все объясним первое блюдо достаточно простое а второе будет в следующем видео там узнать что но это очень важно для нас опыт что мы делаем мы не дорезая до центра вот так вот делаем вот надрезик такой вот небольшой для чего это делается для того чтобы потом руками так а мы такие хуяк нихуяк вот это потому что вот как раз она не не поэтому нарезана то есть мы потом вот положим ее такс чуть чуть больше надо толщина не одинаковую ну да ну вот по сути у нас получается вот такой конвертик давайте таких конвертиков кто нибудь сделайте вот в заготовку в заготовку в заготовку извините что мы вас не предупредили давай короче вот делать такие конвертики и туда же скидывая они у тебя развернуться но мы потом достанем то что там она так подсохнет сейчас мы пойдем обжарим картошку тема ты пока здесь можешь крахмальчиком вот посыпать картошку а зачем чуть-чуть еще больше крахмал он сухой и соответственно чуть-чуть прижарится до крахмальчиком прямо то о какой он смешной раз попробовал а нихера классно вот эмоции классно записывать на не прям хуяч прям хуяч да 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 он лишний этот упадет напомню ровно час назад артем был я дома блять готовлю каждый день по 200 раз блять с утра до вечера готовлю какой крахмал прикольный да можете кто-нибудь нарезать кубичком омуля и она не мы пойдем с тобой этот давай коля это коля это когда вы здесь на этой доске чтобы чтобы у нас не не занимала часто вы уроку дам рыбак мы обжарили картофель все вы это видели на своих экранах получился он прикольный несмотря на то что мы срезали 92 процента от него но и с опытом это будет 90 процентов скорее всего нарезали омуль кубиком вот тёма сейчас кинет омуля сюда ножом берешь доску нет доску и туда скидываешь на скидывают тыльной стороны ножа без разницы но плоская вот он видишь вот так вот нет вот так вот тем ну как лопатой короче надо нет вот теперь да 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 вот так я просто к тому что типа тоже соскабливаешь условий деревян ну да надо так чтобы не соскабливать короче аккуратненько так продолжаем тогда мне вот эту штучку так смотрите вот у нас омуль готовченко мы можем взять от голубцов немножко лука омуль с луком нормалды ты это придумал недавно или то что сегодня стопудово стопудово сегодня сюда же мы добавляем немножечко так это сугудай уже получается получается почти тогда сейчас я попробую это как называется не рафинированное не дезодорированное да подсолнечное не рафинированное обожаю нравится я тоже люблю да и главное мой хороший кстати не пересолены это это нормально в дыхаться мира залито такое дешечку туда добавляем почему-то тоже воняет выхлопом а перчик и просто замешиваем ну это надо свежий а типа из пакетика нет а у нас здесь ну то есть можно сюда еще покрутить дарчика можно да так у нас смотрите все у нас к подаче все готово начинаем с картошки так еще раз повторюсь это такая ресторанная подача это если ты хочешь своей кристине что-то приготовить и такое и такой типа смотри вот шо могу она такая ебать ты виталик нахуй вы дома можете при это опять же маленькая порция кто-то из вас напишет что типа а шо там есть типа вот так вот мы по ресторанам подаем как ну вот например ужин где мы были в рейстике вот в тургутске вот да вот вы знаете рейстик этот и там как бы маленькие такие порции сейчас как бы модно подавать маленькие порции что ты мог попробовать разные блюда итак смотрите если мы хотим мавитонисто подать то мы можем вот так вот делать солнышко солнышко хуелнышко это все нахуй идет это человек жил на другой части вообще страны и мы нашлись как это как это работает я не понимаю смотрите мы делаем пирамидку асимметрию нет асимметрию картошки много мы еще для того чтобы попробовать по сути на это блюдо мы возьмем ну давай три штучки то есть нам много не нужно мы красивы мы можем да вот так вот допустим вот так там херна идешь нормально это ну да дальше у нас есть омуль вот этот вот омуль мы его допустим вот так вот горочкой с одной стороны вот так вот выкладываем но на край тарелки не заходим то есть стараемся вот внутри все и когда вы подаете вот допустим с омулем то есть ну тут надо понимать да что это простой рецепт по сути то есть вот это вкусно с этим вкусно все вот так 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 и делаете но типа омуля мало да на три картошечки мы можем чуть-чуть еще добавить но старайтесь вверх чтобы не 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 скидывалась сюда потому что у нас еще здесь нужно добавлять всякие штучки дальше берем нашу вот эту что мы выдрачивали ее тоже надо просушить да ну и и легонько чтобы она не это не помогаем возьми стакан убери а то так вот мы чуть-чуть просушили дальше берем там более так вот потоньше берем вот так вот просто скручиваем и ставим куда-нибудь вот сюда вот так вот раз у нас получился такой конвертик то есть редиска с картошкой вкусно вкусно с омулем вкусно вкусно то есть для этого мы и подаем но плюс она еще и красивенькая раз вот где-то вот сюда этим вниз так вот воткнули и можно еще одну то есть это и украшение и вкусненького вот так вот можно можно сюда дальше картошка со сметаной вкусно с омулем вкусно мы переложили вот паша постарался переложили сметану теперь смотрите как сметану подавать почему мы сюда переложили потому что ну ее сложно красиво сделать теперь мы давайте на доске вам покажем вот так вот стряхиваем и не вот так вот выдавливаем вот так вот горкой так некрасиво мы почти что касаемся доски вот так вот то есть руками упираемся чтобы у нас было этот вот так вот выдавливаем и у нас вот такая красивая штучка то есть не такая самая а вот такая вот теперь мы допустим вот сюда время так вот и в редиску тоже то есть вот асимметрия то есть мы допустим в одну редисочку воткнули ну давайте еще в воткнем. Это твой жизненный принцип. Потому что, ну, типа, это прикольненько. У него такой слоган на Баду. Вот так можно капли поменьше делать, чтобы тоже была асимметрия. Вот такую вот, допустим, каплю. Зелени не хватает. Все верно. Но еще, смотрите, не обязательно вот эти цвета, типа, красный, зеленый. То есть здесь и без зелени тоже прикольно будет, но мы сейчас зелень тоже сделать. Дальше берем щучья икра. С картошкой идет? Идет. Добавляем щучью икру. Так, ложки у нас это Тёмины ссанные такие. Извини, какие есть, блядь. Попробуем этими ложками сделать кнельку. Так же, как картошка, по сути. То есть мы вот так вот фигачим. Кто-нибудь думал, что у нас на канале как-нибудь вот такое будет. Вот так вот раз. Вот у нас ровная такая кнелька. Ее мы сюда вот аккуратно, чтобы она не прилипла к ложке. Качество. Все, у нас кнелька вот появилась, да, такая. Дальше берем укроп. Если вы опять же хотите вот цветочки и все, то вот так вот воткнули, и это идет нахуй. Берем, смотрите, вот давай вот так вот возьмем. То есть прям, прям листочки. Я вот так вот раз. Кнельку приготовил. Я вчера накосячил, сегодня кнельку делать буду. Нормально. Все, вот так вот выложили там куда-нибудь и втыкаем. Все, упало нормально, там пойдет. Можно вот сюда воткнуть. Вот так вот. Но во все тоже не надо втыкать, потому что ферня. Можно вот в одну, в эту впустую воткнуть. Так, не получится. На вилку. Вот, собственно, для этого и нужны вот пинцеты на кухне, чтобы вот так вот можно бывает. Ну и тебе еще поставить сходить, это в курсе. Так, раз. Во, вот так вот нормально. Дальше вот где-то вот здесь вот можно. Ага. И еще вот где-то вот здесь вот. Если бы у нас было еще зеленое масло, мы могли бы чуть-чуть вот так вот полить зеленым маслом. Вот вчера у меня было этот с зеленым маслом. Но у нас блендера нет, мы не сможем зеленое масло сделать. По сути все. Вы скажете, что здесь есть. Но как аперитив, как в рейстики подать, вот если ты точно, вот там не только анал обеспечен от твоей Кристины. Поэтому все. Вот мы вот так вот подаем. У нас такая вот асимметрия, красивенько. И соответственно, я думаю, что вкусненько. Ну не знаю, по-моему, тарелка неправильно подобрана. Теперь давайте, а у нас есть тарелки еще? И сколько это может стоить? Да, я тоже хотел спросить. Я думаю, 400 рублей. Да ну нафиг. Почему? Ну и кражи. Дешево. Ну смотря в каком. Ну вот в этом бы, допустим, ну 400-500 стоило бы. Тут нет. Это же небольшая закуска. Ну, не закуска, а такой, типа, оперативчик. Ему недорого и икра недорого. Это щучья икра. Давайте, кто хочет подать так же, только на саной тарелке? Я. Естественно, денчик тоже еще. Так, сейчас мы нормально. О, есть тарелка. Нет, давай тогда не так же. Так давай мы все вместе изобразим. Нет, давай-давай. О, давайте четыре тарелки оформим. Так, две тарелки есть, еще надо две. Редиска нам нужна. Так, у нас хватит всего, да, на четыре тарелки заготовок. Ну, омуля чуть-чуть поменьше уложите, чтобы хватило на четыре. Давай с Толмхендж сделаем картофель. Его уже я делаю. Вот понял, да? Понял теперь, для чего нужно красивенько их делать, картошки? Потому что, когда вот выбираешь, начинается вот это вот, то есть не... Или только три надо. Ну, и еще раз, смотрите, нахера так картошку делать, гостю будет интересно. Он такой, что это такое? Он такой, думает, что это что? Ну, типа, непонятно что. И от этого ему прикольно. Поэтому мы иногда формы задаем такие странные. Тёма, не беси меня, блядь. Я это специально делаю, блядь. Специально. Ты хочешь, чтобы я тут умер, да? Вот так вот еще по кругу. О, давайте я вам покажу еще сметану, как красиво подать. Смотрите, делаете вот такую кнельку, капельку вот. Так, спускаем, чтобы не было. Вот такую капельку. Берете ложку, вот так вот ложку тыльной стороной. Ну, это уже такое заезжено. Вот так вот раз. И вот так вот. Это красивая штучка. Можно такую сделать где-то. Дайте мне что-нибудь. Так, куда мы рыбу фиганю? Только не раскидывай рыбу. А я вот сейчас что сделаю. Я такой просто сожрал, всю сожрал в кадре, понял? Икру. А, я еще вот так буду уебываться. Надо смайл еще какой-то. Кетчуп есть? С мазиком. Все хорошо было. Омоля много не бывает. Вот, кстати, пальцы облизывать вот так тоже нет. Это понятно. Ну, я просто даже в ресторане. Да, да, да. Что там? Где укроп? Укроп здесь. На, раскладывай укроп, как тебе нравится. Дайте мне рыба еще есть. Да, да, да. Вот так. У вас коллаборация там? Да, у нас одна тарелка просто. Ну, что-что кнылить-то я умею. Бать, как это трудно-то оказалось. Вот именно. А ты знаешь, когда мы, короче, прорабатываем... Ребята, я тут за кадром, я думаю, слышно меня. Когда мы прорабатываем шеф-повара блюда, и мы такие, выложим вот так, и такие, хуйня. И просто 10 тарелок такие, не, хуйня, не, хуйня. Ну, просто очень часто. Поэтому я вообще считаю, что нужно привлекать еще художников, короче. Уж а мы же это не художники, но это художественная работа по факту. Бля, вот Тёма точно решил меня побесить. Бля, я уже, у меня уже волосы встают, бля, здесь. Он сбоку еще. Бля, да, да, да. Он и фу размазал? Дайте мне редиски, пожалуйста. А что еще надо добавить, сметаны? Да, сметана и зелень. Сука, надо было... Тебе пизда. У меня все? Нет, так тебе вот что не хватает, смотри. А, хлебушка еще. Вот так вот. Вот, вот, все. Блядь. Пока ничего, давайте не трогать. Сейчас я его как ты учил, блядь, обряд. Так, ну давайте Тёмину, давайте чуть-чуть пройдемся по этим. Это моя. Тёмину не будем, потому что вот эта вот горка, он увидел, что у меня шевелятся волосы и такой, я, блядь, продолжу это. Вот это вот две сбоку. Но вот это же нормально? Да, да, вот это нормально. Только надо было тебе вот это вот поправить, видишь, вот это вот. То есть ее можно поправлять вот так вот. Ну, долго, ну, короче, можно поправить, чтобы она ровненькая была. Тут, Денис, понятно? Вот эта хуйня. Вот эта хуйня. Бля, как... Я бы на вашем месте меня бы убил бы уже. Так, ну это заебись понятно. Мы ждем. Так, ну вот это, ну давайте вы напишите в комментариях, вот номер один, два, три, четыре. Пишем, какой вариант вам нравится больше. Сто продолжай это проголосовать. Бля, я тебе клянусь. Не, ну у меня так идея. Я это презентовал бы, я бы сказал, так как это русское блюдо, из русских традиционных продуктов. Это сибирский омуль, сибирская картошечка и так далее. Продает, продает нормально. У нас концепция, это как изба. Смотрите, как это есть. Можно в два захода. Допустим, вы можете взять картошечку, так, раз пополам, потому что она длинная, да? Сметана ебейшая. 30% президент был. Да, и сметану надо жирную, чтобы она прям была вот чувствовалась. Это рекомендация. Набрали совсем. А я сделаю супер укус. Классно. Икра, картошка у нас не сильно соленая. Не соленая, да, все добивает. Да, да, вот икра и омуль. Я бы еще сюда лука зеленого добавил, в этот, в омуля, побольше, прям, чтобы он, знаешь, такой яркий был. А так, в целом, по вкусу, ну, это привычный нам вкус, но в виде ресторана такой, этой штучки. Ну да, здесь удивляться по вкусу нечем. Да, да, да. Но это подводочку, песня. Да. Моя жена бы сказала, ну, это прям вкусно, прям очень вкусно. Это почему мы, опять же, такое же сделали? Потому что мы могли бы взять какую-то супер, там, дорогую рыбу, какой-нибудь батат, какой-нибудь. Оно бы чуть-чуть по вкусу поинтересней было, но вы бы не смогли повторить. А так, это повторяемо дома. Абсолютно повторяемо. То есть, ничего здесь такого сложного нет. В ресторане можно усложнить, конечно. То есть, поинтересней что-то сделать, но как бы мы делаем, чтобы вы могли повторить. По цене транспорцентов, девчонок, вот такие в новом году новые приколы на канале Михеев Палов Продакшн. Дальше будет больше. Если зашло, ставьте лайк, пишите в комментариях обязательно цифру 4. Если повторили, тоже отпишитесь, получилось нет. Мы благодарим вас за то, что вы прилетели. Спасибо. За то, что учите нас правильно заниматься заготовками и понимать, как должно выглядеть блюдо, даже если оно, ну, по факту, из дешевых продуктов. Ну, то есть, не обязательно же это омуль должен быть. Можно селедку. Это может быть селедочка. Николай, вам спасибо за присутствие. Павел Ильич, вы тоже молодец. Пацаны, транспорцентов, девчонок, собирайтесь с друзьями, пробуйте готовить, пробуйте разные продукты, что-то покупайте, обсуждайте, веселитесь и дружите. Будет еще одна серия, вы видите, заготовки на голубцы. Сейчас прямо будем делать, но уже под вискарь, и интересно, будет ли она веселее. И уже без меня. Увидимся. Пока. Кайф. Субтитры сделал DimaTorzok